и снова всем привет друзья четверг 18 февраля плюс 11 расскажу вам сегодня еще один случай как я познакомилась с одним иностранцем тоже и как я его потеряла почему я этот случай вам не рассказывала он меня я помню конечно опять выбил из колеи и поверк в уныние довольно долго но это было когда мне было уже 50 вернее даже так не было 49 и почти 50 мне было 49 лет и я продолжала на сайтах знакомств размещать свою анкету и вот мне написал мужчина тогда я сама особенно никому не писала я все ждала что напишут кто-то мне и мне написал мужчина англичанин очень симпатичный очень многом я прислал фотографий и видно было что он такой зажиточный даже сказать может быть больше богатый ему было за 60 но выглядел он великолепно знаете такой лащеный хорошо одет такой знаете респектабельный мужчина и конечно я вы знаете была им очень заинтересована мы стали переписываться он тоже заинтересовался тогда я жила в архангельских и он меня когда узнал где живу что я живу на севере россии я показала ему свои фотографии где я хожу там по заснеженному городу какие у нас красивые ледяные фигуры бывают зимой ну и он вы знаете стал называть меня сноу queen снежная королева это так было интересно для меня это так было необычно как-то вот сразу я его называла мой инглиш джентльмен а он меня называл май сноу queen май сноу queen галина и вот как-то вы знаете даже это мне нравилось в нем и уже у нас наша долгая переписка он рассказал о себе она длилась долго наша переписка ну как долго наверное где-то в течение полугода он тоже сразу предложил чтобы я приехала к нему я сказала что надо сначала познакомиться он не стал рассказывать о себе вот сказать по правде очень уж это было давно и много после этого воды утекло я не помню он только рассказал что у него в лондоне есть большой дом очень хороший прислал мне несколько фотографий своего этого дома там он сидел в таком найти кожаном огромном кресле красивом сзади возвышались книги библиотека такие красивые таких красивых переплетах книги 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 и вот видно было что знаете что то такое что-то веяло чем-то загадочным иностранным для нас непонятным и это еще больше меня завораживало так вот а надо сказать что я тогда я сказала что мне было 49 лет я тогда как-то плохо относилась к этой цифре и я решила что я напишу-ка что мне 45 так все таки будет помоложе и лучше но 45 все таки ж не 50 я написала в анкете что мне 45 всего лишь навсего убавила на 4 года ну и когда мы стали уже серьезно переписываться я говорю ему было за 60 то ли 62 как-то так вот и конечно же представляете опять же у нас почти 20 лет разница нет 15 лет разница но все равно разница нормальная он старше меня подумала я нас 15 лет это наверное даже и неплохо потому что к молодым я как-то относилась с подозрением с молодым иностранцам мне казалось что они не серьезны а эти респектабельные мужчины но уже знают что они хотят и конечно же я отдавала предпочтение вот больше вот такому возрасту уже за 50 до ну и вот что вы думаете он мне сказал что он с удовольствием примет меня в своем большом доме и что он мне поможет с оформлением документов с получением визы он прислал мне свой адрес сказал что ты сделай ксерокопии пришли мне тоже свои документы и тут я стала думать а что же мне делать если я ему написала что мне 45 а мне на самом деле 49 и мы переписывали с ним уже больше полгода и я как говорится не созналась что я немного приукрасила свой возраст приуменьшила свой возраст вы знаете я почему-то уже почувствовала интуитивно что мне сейчас наверное оправдаться уже не получится что вот то что я соврала со своим возрастом они обычно очень такое не любят и может быть какие-то здесь неприятности поэтому думаю чем раньше я об этом скажу тем лучше но скорее всего что уже не так рано и было понимаете когда он попросил отправить мне к ксерокопии своих документов тут тут то я как говорится и вспомнила что у меня возраст не тот но я ему написала помню написала я ему там такое большое письмо такое душевное такое сердечное написала что вот понимаешь вот так получилось что я хотела как лучше я знала что вот такой вот возраст ближе к 50 мужчины не очень интересует ну вот я поэтому снизила свой возраст всего на четыре года и сразу тебе не сказала потому что как-то у нас в не заходила об этом вопрос но в общем написала что ты меня прости но мне не 45 а мне вот 49 что ты думаешь по этому поводу я очень сожалею я очень печалюсь что вот так у нас получилось и что вы думаете мне написал этот англичанин просто сразу же он изменился он изменился и в тоне своем и в том как он мне ответил он ответил просто даже вы знаете как-то грубо по моему он написал что нет это кошмар как ты могла ты разрушила все наши добрые отношения потому что ложь это самое ужасное то самое непростительное что может быть между людьми и вот что я мне все равно даже если бы тебе было 55 то я в общем-то как-то прекрасно тебе относился и ты мне нравишься и внешне и твои качества когда мы переписывались мне тоже нравились и я единственное не приемлю лжи в отношениях если у нас наша переписка началась со лжи что как мы можем дальше продолжать и что тут может быть дальше какое продолжение я очень расстроен я разочарован тобой я не ожидал и все больше у нас никаких отношений дальше быть не может прощай прощай представляете я просто вообще поразилась такому думаю ничего себе заявки ну подумаешь ну я на на короче верните тасика обратно называется я опять стала оправдываться что ну вот понимаешь потом мне уже даже дочка моя говорит мама ты бы свалила бы на меня ты сказала что это я тебе составляла анкету и что это я сделала так а ты была не в курсе надо было вот как-то так придумать я говорю ну во первых даже уже поздно что-то тут думать опять и говорить другое другой какой-то вариант а во-вторых говорю если уж он так написал ну значит он я не знаю почему но вот мне кажется что так резко так резко как он оборвал наши отношения и уже тогда когда мы были на грани встречи мы были продвинулись уже очень далеко и мы были как говорится в шаге от нашей встречи может быть если бы мы встретились все получилось по-другому но вот я помню тогда этот случай он меня просто выбил из седла он выбил меня из колеи он меня как-то очень расстроил при том что мужчина мне этот очень понравился но и потом понимаете же богатенький же тоже жену это же играет роль не последнюю потому что редко там такие персонажи все-таки попадались даже на то время на тот момент это было довольно редко чтобы такие богатые зажиточные мужчины там были я не знаю может быть он что-то тоже пример алано вообще было не похоже потому что он много присылал я же говорю фотографии своего дома к сожалению у меня это ничего не сохранилось на моем нынешнем ноутбуке поэтому что-то показывать я вам не могу я когда-то помню когда рассказывала вам про чарльза своего масона из масонской ложи и я имела неосторожность прислать фотографии сказала что вот у него благ шикарная квартира там в лондоне и прислала фотографии я фотографии прислала похожие на те которые он мне присылал просто взятые конечно же из интернета но и получила я по этому поводу там тумаков получила мама не горюй поэтому сейчас что-то искать и находить похожее я не буду я-то ведь как-то представляла по судя по себе наверное что мы любим слушать какие-то рассказы да даже книжки читать мы любим с картинками я вот люблю книжки с картинками потому что как-то немножко что-то представляешь не просто пустой глухой текст но и поэтому я и вам тоже в своем рассказе решила показать эти картинки но меня не поняли поэтому показывать больше не буду я помню пыталась еще несколько раз написать этому мужчине я попыталась оправдаться еще раз и сказать что вот давай все таки может быть мы встретимся а потом мы решим мы все обсудим я тебе все объясню почему так получилось но он был непреклонен и он вы знаете мне даже не ответил и вот так вот я его потеряла моего english джентльмен и больше после этого никто меня снова queen не называл и как мне было жаль вы понимаете наверное те кто может быть когда-то занимался тоже поиском мужчин через интернет по сайтам знакомств может меня понять как это бывает сложно порой как это долго бывает вот эти поиски чтобы найти кого-то чтобы познакомиться чтобы завязалась потом переписка чтобы был какой-то взаимный интерес и вот так вот понимаете все равно же это как-то начинаешь думать уже об этом человеке и как обидно бывает когда вот так вот рушится все понимаете да еще когда чувствуешь что из-за такой ерунды ты потерял человека конечно же неизвестно как бы там у нас сложилось что-то или не сложилось но все равно мне было тогда я помню очень-очень жаль и я после этого помню очень долго не позволяла себе никаких там изменений в своем профиле и даже по выкладывала фотографии такие не очень удачные своих и да когда он мне тут сказал что как так можно как я соврала почему я соврала я на самом деле знаете очень повинилась я подумала что да действительно зачем же я так а потом спустя какое-то время я стала сталкиваться с тем что мужчины врут вообще непомерно свой возраст вспомним хотя бы моего мужа который наврал на 10 лет свой возраст и ничего он вполне как-то себя спокойно вел и когда я помню я приехала он просто мне объяснил что вот понимаешь фотографии он выкладывал другие где он моложе и на 10 лет уменьшил свой возраст для того чтобы ему найти хорошую подходящую женщину понимаете я почему-то считала что англичане никогда не врут и особенно столкнувшись вот с этим мужчиной как он меня там вообще как говорится всю заплевал что я такая вружка оказалось что сами-то мужчины и англичане сами врут сплошь и рядом остановилась смотрю на этих двух воронов огромных как они растрепали тут всю эту урну и какие они интересные вот такой сегодня у меня короткий рассказ вам о моем неудавшимся знакомстве с мужчиной англичанин богатеньким преуспевающим но вот не сложилось ну а на этом на сегодня я заканчиваю свою прогулку и свой рассказ пишите что вы по этому поводу думаете всего вам доброго берегите себя всем пока посмотрите сколько здесь забивает волна ракушек и даже этих морских гребешков очень много которые в общем-то люди любят собирать большие и маленькие я тоже собрала не разбитых и вот посмотрите как жаль рак отшельник и он тоже был выброшен здесь и видно не смог выбраться слишком сильная волны туда-сюда бьют и погиб а и и